всем привет с вами каналу белого дома и сегодня я буду говорить о цифровом мультиметре модель dt9205a который можно приобрести на китайских торговых интернет площадках долларов за 10 в частности ссылку на магазин aliexpress.com я размещу под этим видео в описании корпус мультиметра выполнена черного пластика который вложен желтый силиконовый чехол бампер отличие достоинства данного чехла в том что он имеет пластиковую подставку позволяющую фиксировать мультиметр под углом 45 градусов для удобства контроля измеряемого параметра и в нем также есть позиции для удержания прилагаемой в комплекте двух щупов здесь вот можно удержать красного и черного цвета чехол снабжен специальной позиции под шуруп или гвоздь для крепления мультиметра на время охранения вертикально на стене габариты мультиметра 185 на 85 и толщина 30 миллиметров заявленный вес 310 грамм он выполнен из прочного черного пластика на нижней грани прибора имеется только три самореза для его вскрытия и доступа к печатной плате предохранителю и батарея питания типа 6 f22 крона на 9 вольт тестер снабжен большим монохромным lsd дисплеем с размерами 60 на 30 миллиметров миллиметров позволяющий отображать сразу четыре символа и автоматический знак отрицательной полярности его конструкция позволяет изменить наклон относительно горизонтали градусов наверно на 80 85 для удобства контроля показаний индикатора заявленная частота обновлений показаний 2-3 секунды при снижении напряжения питания батареи индикатор сигнализирует соответствующим символом аккумулятора над экраном указаны модель мультиметра а также одна из его функций автоматическое выключение индикатора при неиспользовании прибора в течение 15 минут для экономии заряда батареи питания под индикатором находятся две фиксируемые при нажатии кнопки слева включения выключения тестера справа кнопка замирания показания индикатора в центре верхней грани расположен большой 32 позиционный переключатель пределов и режимов измерения пределы измерения дублируются индикатором под точки деления мультиметр позволяет контролировать исправность полупроводниковых диодов а также целостность проводников в режиме прозвонки стабилитрон кс 515 а измерить сопротивление резисторов в пределах до 200 мега ом резистор на 100 килоом 103 из 6 7 десятых килоом измерить постоянное напряжение в пределах до 200 милливольт и до 1000 вольт ну вот возьмем батарейку крона 9 вольт ну поскольку приложил я неправильно не соблюдая плюсовку получил минус 9 вольт правильнее было вот так минус на минус плюс на плюс 9 вольт и 5 сотых еще вольт измерить переменное напряжение в пределах до 200 милливольт и до 750 вольт контролировать исправность полупроводниковых PNP и NPN транзисторов путем измерения их коэффициента усиления потоку имеется специальный слот для подключения транзисторов с различной распиновкой вот транзистор КТ602БМ он имеет структуру NPN и распиновку эмиттер-коллектор-база устанавливаем согласно этой распиновке сюда коэффициент измерения потоку с общим эмиттером заявленный по справочнику коэффициент составляет от 50 до 200 ну в данном случае 79 или 80 измерить емкость конденсатора в пределах 20 нФ и до 200 мкФ имеется у меня конденсатор емкостью 470 нФ ну здесь предел шкала 2 мкФ получаем 454 нФ а также измерить постоянный и переменный ток в цепи в пределах до 20 ампер для этого имеются специальные позиции для щупов то есть при измерении тока мы переключаем красный щуп на миллиампер или если ток большой до 20 ампер сюда переключаем при контроле больших токов здесь имеется предупреждение не более 15 секунд прилагаемый в комплекте паспорт он универсальный на различные модели или серии моделей есть некоторые модели которые позволяют еще контролировать температуру окружающего воздуха и для этого соответственно имеется специальный датчик и слот для его подключения все заявленные погрешности измерения а также методы проведения контроля изложены в паспорте который представляет собой небольшой буклетик выполнен на лощеной бумаге кроме того здесь имеется еще гарантированная карта в эксплуатацию у меня данный мультиметр находится уже очень давно наверное более 5 лет и зарекомендовал себя очень надежным и достаточно точным прибором но в практике ремонта бытовой электрической аппаратуры хотя щупы у меня еще до сих пор родные но черный щуп щуп нуля или земли уже пришлось восстанавливать для приобретения данный тестер рекомендую отличный недорогой мультиметр подобного класса мультиметр компания Юнит в Беларуси стоит около 30 долларов на этом всем удачи еще услышимся